МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник 23 мая 1977 года на улице Альпинистов в городе Симферополе обнаружили тело инженера горводоканала Игоря Кирилловича Давыдова. Травм и повреждений не было. Место происшествия отработала опергруппа во главе со старшим следователем областной прокуратуры Игорем Анатольевичем Гришиным. Тело отправили на экспертизу, которая дала заключение. Давыдов умер от отравления настойкой белодонны, высокой концентрации. Яд попал в организм с пищей или напитками. Растущая в Крыму ядовитая ягода белодонна известна также под названиями красавка, обыкновенная, сонная одурь, бешеная ягода, бешеная вишня. Симптомы отравления проявляются уже через 10 минут. Если человеку вовремя не оказать помощь, он практически обречен. Давыдова и его супруга Инна Федоровна, заместитель заведующего квартирным отделом горосполкома, жили в обычной двухкомнатной квартире. Когда женщине сообщили о смерти мужа, у нее случился сердечный приступ. Скорая забрала ее в больницу, но утром следующего дня Инна Федоровна уже была дома. Ой, Инночка, я пойду открою. Инночка, к тебе следователь пришел. Здравствуйте, Инна Федоровна, я к вам. Вам лучше? Да. Анна Ивановна, соседка, помогает. А Оля, дочка, она только завтра утром приедет. Следователь Гришин хотел узнать, что делал Давыдов накануне смерти. Игорь Кириллович вчера отправился вечером в ресторан, на вокзал. А с какой целью? Ну, он встречался там постоянно, то с местными, то с приезжими. Книги доставал, менял, но в основном покупал. Он книголюб. Квартирка у нас маленькая, поэтому он и встречался на вокзале в ресторане. Понятно. Яд, который обнаружили в желудке Давыдова, быстродействующий. Получалось, что отравили Давыдова как раз тогда, когда он был в ресторане на вокзале. Тем не менее, Гришин уточнил, когда в последний раз покойный ел дома. Дома? Дома он только завтракал по утрам. А потом отправлялся на работу. А потом снова в ресторан, на вокзал. А где вы были после работы? У Анны Ивановны. Мы с ней коротаем вечера перед телевизором. Почти два километра пути укладывают ежедневно строители БАМа на участке поселка Снафорный, поселок Беркаки. Женщины сели смотреть телевизор сразу же после того, как Игорь Давыдов уехал на вокзал. И только за последние полтора-два года возникло на БАМе 44 новых населенных пункта. На строительстве города Тында отлично трудится бригада Владимира Мучицына, делегата 16-го съезда проповедов. А вот и чай. Обычный вечерний просмотр заканчивался программой «Время». Примерно в половине десятого Инна Федоровна уходила домой. Так было и в этот вечер. Ведь на БАМе проверяются новые научные, технологические и хозяйки. Идут, идут. Тот же день ресторан, в котором ужинал Давыдов, осмотрели оперативники. Здравствуйте, девочки. Здрасте. Так, смотрим везде и всюду. Яд мог быть и в пипетке, и в бутылке. Вопросы есть? Никак нет. Что, в первый раз, что ли? Вот и хорошо. Девочки, вам знаком этот человек? Нет, не видела, не знаю. Я обслуживала его. Вчера был у нас, где-то приблизительно в начале седьмого. Официантка Татьяна Юрина вспомнила, что Давыдов заказал салат и омлет, ужинал в одиночестве. Когда заканчивал, за его столик подсел высокий представительный мужчина. Опаздываешь, Гриша. Игорь Калилович, не поверите, запаску менял. Принесите, пожалуйста, нам два кофе. Сейчас принесу. Юрина вспомнила, что Давыдов назвал собеседника Гришей и заказал кофе. Да, ты их планируешь. Лицо запомнили? Ну. Хорошо. После осмотра приедем со мной в роддел и попробуем составить фоторобот. Угу. Угу. Олег, иди глянь. Степанова окликнул оперативник Борисов. Судя по всему, хотел поделиться находкой. Ну ты только глянь, какая книга. Дефицит. В шкафчике повара Трешкина оперативник обнаружил книгу Александра Дюма 20 лет спустя. Степанов, конечно, огорчился, что находка никак не связана с ядом, но интерес коллеги понять было можно. Один за всех, все за одного. Девиз героев романа Александра Дюма «Три мушкетера» с восторгом повторяли поколение советских детей-романтиков, которые старались быть похожими на Д'Артаньяна и его друзей. Книги Дюма в СССР были популярнее, чем во Франции. Номинально романы Дюма, которые издавались в СССР миллионными тиражами, стоили полтора-два рубля. Но на черном рынке их цена доходила до 30 рублей. Полюбовался? А теперь иди работай. А что, пускай смотрят, мне не жалко. Почитать дашь? Бери. Так, ребята, это ресторан, а не библиотека. Оперативник Степанов напомнил коллеге, что в ресторане надо искать не книги, а вещдоки, которые могли бы вывести на того, кто отравил Беладонной Давыдова. Обыск в ресторане ничего не дал. Следов яда оперативники не обнаружили. Личных и деловых связей между покойным и сотрудниками заведения не было. Оставалось искать человека, с которым за считанные минуты до смерти Давыдов пил кофе. Официантка помнила его имя. Григорий. По ее же воспоминаниям составили фоторобот. Это была единственная зацепка в деле об отравлении инженера Давыдова. Когда коллеги покойного уходили с кладбища, оперативники старались прислушаться к их разговорам. Вдруг появится важная информация. Ну что там? Да так, все говорят, жаль мужика. Вот только жена с дочкой. Злятся друг на дружке почему-то. Злятся, говоришь? Вон, смотрите, идут. Оля. Оленька. Отстань от меня. Оля, что ты творишь? Я сказала, отстань от меня. Оля, не надо так кладбища ведь. Гришин и Степанов невольно стали свидетелем семейной ссоры. Вдова и дочь покойного вспылили, а мужчина, на которого была очень похожа дочь, старался их успокоить. На следующий день следователь Гришин договорился с Инной Давыдовой о встрече. Он очень надеялся, что вдова узнает человека, с которым перед смертью ужинал ее муж. Никогда не видела. Вы уверены? С Инной Давыдовой подошла почтальон Ольга Челдомир. Она протянула ей извещение на посылку. Передай Кириловичу посылка от натиски его пришла. Умер, Игорь. Ты что, не знала? Да ты что? В отпуску была. Вчера только вышла. Земля буха. Положительный мужчина был. Ну, бери квитанцию. Сама получишь. Тебе дадут. Следователь Гришин, что это у вас? Ерунда. Не важно уже. Гришин заметил, что вдова не очень хотела, чтобы следователь узнал о посылке. И часто Игорь Кириллович посылки получал, да? Как вы полагаете, что там? Да книжку ему кто-нибудь прислал. Книжки Кириллович получал. Радовался всегда. Посмотрим. Следователь Гришин решил, что необходимо получить санкцию на арест почтово-телеграфной корреспонденции и ее изъятие. Посылка пришла на почтовое отделение при вокзале. Ящик вскрыли по протоколу в присутствии заведующего. В ящике было 12 экземпляров романа Александра Дюма «20 лет спустя». Все одинаковые книги. Сделайте мне следующее. Товарищ Куликов. Следователь Гришин распорядился, чтобы зав. отделением Куликов представил официальную выписку, сколько посылок и от кого получил в этом году покойный Игорь Давыдов. Все книги в ящике были новыми, только из типографии. И одинаковыми. Александр Дюма «20 лет спустя». Новинка. Магазинная стоимость этих книг составляла всего 18 рублей 20 копеек. Но там их найти было невозможно. Их получали по талонам за встанную макулатуру. На черном книжном рынке за такую посылку можно было выручить 350 рублей. Следователь выяснил, что с начала года это уже 26-я посылка на имя Давыдова. Для личной библиотеки 12 экземпляров были ни к чему. Без сомнения, эти книги предназначались для продажи. Если предыдущие посылки были, как и это, с дефицитными новинками, то Давыдов мог ворочить тысячами. Чтобы найти этому подтверждение, следователь Гришин получил санкцию на обыск в квартире умершего Игоря Давыдова. Проходите. Товарищ понятые, прошу, проходите, смотрите внимательно. У нас есть постановление на обыск. Не понимаю, что вы надеетесь здесь найти? Ну, мы посмотрим. При обыске в квартире умершего Давыдова предстояло осмотреть огромное количество книг. Вдова всячески показывала, что факт обыска ее оскорбляет. Внимание оперативника и следователя привлекла полка, на которой стояли книги в самодельных переплетах. Тут что-то непонятное. Книги не книги. Это, чтобы вы знали, журнальные публикации. Мой муж их отдавал в переплет и бережно хранил. Сейчас мы посмотрим. Давай, что там? Ух ты, а это что такое? Ну да. Так, так, так. Имена, даты, суммы. Это что, тайная бухгалтерия? Так, а это у нас что такое? Расписка Величко Григорий Михайлович. Вот тебе и журнальчик. Что это такое? Впервые вижу. Под одним из переплетов не было журнальных публикаций, зато была тайная бухгалтерия Игоря Давыдова. В значении имен, цифр и дат следствию предстояло разобраться. Товарищ следователь. Ух ты. Ну, держи. Товарищ понятые, прошу обратить внимание. Это вы тоже видите в первый раз? В первый раз. В первый раз. На обочине дороги обнаружено тело инженера горводоканала Игоря Давыдова. Мужчину отравили белодонной. Сыщики выяснили, что за несколько часов до смерти Игорь ужинал в привокзальном ресторане с мужчиной, которого называл именем Григорий. Погибший занимался спекуляцией дефицитной художественной литературы. При обыске в квартире среди книг убитого нашли черную бухгалтерию, расписку на имя Григория Величко и тайник до краев, забитый деньгами. Это вы тоже видите в первый раз? В первый раз. В первый раз. При обыске в квартире Давыдова нашли 23,5 тысячи рублей. Косвенно, но подтверждалась версия, что покойный торговал дефицитными книгами. Эксперты полагали, что рынок книг не уступал по объему табачному и алкогольному. Деньги там крутились серьезные. Самая читающая страна в мире почему-то ощущала колоссальный дефицит приключенческой, фантастической и детективной литературе. Не хватало сырья для издания такого количества книг, которое бы удовлетворило спрос читателей. Сбор макулатуры школьниками не мог выручить. Государство придумало, как вовлечь в этот процесс взрослых. За сданную макулатуру выдавали право на приобретение дефицитной литературы. Оборотистые армейские прапорщики грузовиками завозили на пункты приема картонную тару от продуктов для армейских столовых и получали взамен пачки талонов на книги, которые продавали втридорога. Были и другие хитрости. Люди покупали в букинистических магазинах за рубль полтора, 15-20 килограммов никем не читанной агитационной продукции и сдавали ее, чтобы приобрести одну книгу Дюма. Оперативники доложили следователю Гришину, что полгода назад, с большим количеством книг 20 лет спустя, взяли на местном книжном рынке некого величка. Книги изъяли, а продавца отпустили, сообщив об этом по месту его работы. От его же имени была написана расписка, найденная при обыске в квартире Давыдова. Вот фотография из личного дела величка, а вот составленный по показаниям официантки фоторобот. Сходство очевидно. Получается, что буквально за минуты до смерти Давыдов встречался со своим должником. Смотрите, на первый взгляд ничего запрещенного. Просто меняется книгами. Но это на первый взгляд. Величка нашли на книжной толкучке. На первый взгляд, ничем запрещенным он не занимался. Менялся книгами. Но специалист из ОБХСС объяснил, что к чему. На покрывале у него одно старье. Ну, может быть, там пару новеньких книжечек. Все остальное вон в том багажнике. Да ладно. Да. И самое главное, матерые книготорговцы никогда не выходили на рынок с чемоданами. Книги держали на покрывалах. Так легче было уйти во время милицейской облавы. Чуть что, схватил за четыре угла. На плечо и дёру. Сейчас сами всё увидите. Уходят. Стоять! А ну стоять! Стоять! Открывай багажник. Ключи где? Да, за старое взялся Гриния. Не прошло и полгода, а у тебя 20 лет спустя. Мои это книги, мои. Купил их честно, на обмен. Надень и меняешь. Ха. Молодец. Криминалисты осмотрели салон автомобиля Величко. Он был неаккуратным водителем. За своей машиной не следил. Под ковриком в салоне эксперты нашли следы рвоты с частицами белодонны. Экспертиза установила, что это был биоматериал Игоря Давыдова. Неопровержимый вещдок. Умирающий Давыдов находился в салоне «Жигулей». А у хозяина машины Григория Величко был мотив на убийство Давыдова. Долг. Да. Заводи. Вот ваша расписка. Книги вы взяли у Давыдова на продажу, а их конфисковали. Сумма-то немалая. Чтобы долг не отдавать, вы решили его отравить. Не травил, не травил я его. Клянусь, он мне назначил встречу. И я пришел. Спасибо. Гриша, ты полгода мне сказки рассказываешь. Если ты думаешь, что я тебе долг прощу, то ты глубоко ошибаешься. Я соберу скоро все деньги. Я все верну, честно. Месяц срок у тебя. У меня в Киеве есть репутация. И она дорого стоит. Месяц. А вы его решили сразу убрать. Ну, а зачем же месяц ждать? В кофе яд подлили? Или в машине уже напоили? Да нет же, я сам чуть с ума не сошел. Григорий Величко рассказал, что вез Давыдова домой, когда тому стало очень плохо. Я ничего не мог сделать. Гриша, ты лучше думай, где деньги взять, а не уговаривай меня. Кириллович, ну разве же я виноват, что на меня наехали? Величко надеялся, что в машине сумеет договориться с Давыдовым, но тот был непреклонен. Кириллович! Неожиданно в машине Игорь Кириллович стал задыхаться, потом рвать, затем потерял сознание. Величко рассказал, что сильно испугался, вытащил тело Давыдова из машины, бросил и как можно быстрее уехал. Григорий Величко подчеркивал, что долг не повод убивать Давыдова. Но следователь Гришин к словам относился недоверчиво. Дело в том, что перед допросом следователь изучил связи Величко. И вот что выяснилось. Повар вокзального ресторана Борис Трешкин был одноклассником Величко. Должник Величко демонстративно держался подальше от тарелок и чашки Давыдова, потому что мог заранее договориться с поваром, у которого были все возможности подлить Беладонну. Вы, допустим, не подливали. А вот повар мог запросто. Повар Трешкин из ресторана, ваш одноклассник, верно? Да, но при чем здесь это? Вот таких вот книг мы у вас изъяли сотню. Такую же мы нашли у повара на кухне. Следователь полагал, что Величко мог попросить своего одноклассника подлить что-то в еду или напитки. Не говорить, конечно, что это яд, а после дать денег и подарить дефицитную книгу. Для проверки этой версии Гришин отправил оперативника в ресторан. Хорошо, разберемся. Уводите. В ходе допроса Григорий Величко утверждал, что в день гибели Давыдова он вообще не встречался с поваром. Эти слова нуждались в проверке. А в тот день Трешкин, ваш повар, не отлучался из кухни? Да ясное дело отлучался, выходил покурить на задний двор. Он всегда так делает. А он сам был или с кем-то? Да не знаем мы. Я понял. А машина вот такая вот не подъезжала? Да не видно нам, у нас окна в другую сторону выходят. Ясно. Подождите, Мироновна могла видеть? А, да, точно. Могла, да. А кто это? Девушки сказали, что задний двор видно только из окошка возле раковины. Там рабочее место посудомойки Полины Мироновны Меншиковой. Вот тут Полина Мироновна работает. Вот ее рабочее место. Вот окошко. Ты смотри, как на ладони. А где сейчас ваша Мироновна? Сегодня Полина Мироновна не вышла на работу. Но так бывало и раньше. У Меншиковой слабое здоровье, поэтому никто не стал беспокоиться. Женщина! Женщина! Ты кто такая? Санька, бери в милицию! Женщина с моста сиганула! В четверть восьмого утра под мостом эстакады сотрудник дорожной службы Петр Фараонов обнаружил тело неизвестной женщины. Позже выяснится, что погибшая посудомойка вокзального ресторана Полина Меншикова – важнейший свидетель в деле об отравлении. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперополномоченный Степанов. Мне нужно задать вам пару вопросов. Заходите. В тот же день оперативник Олег Степанов отправился домой к погибшей, где встретился с ее мужем. Большое горе у вас в семье. Да. Ну а скажите, нам нужно знать, у вашей жены были попытки самоубийства? Да что вы такое говорите. Поля так жизнь любила. Квартиру в горысполкоме недавно выбить смогла. Столько счастья было. Олег Степанов сразу вспомнил. В горысполкоме работает жена убитого Давыдова. А в день смерти у нее было хорошее настроение? Да, обычное было. Ей вечером с работы позвонили. Она быстро собралась и пошла. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вить, я сама. Алло, да. А, понятно. Угу. Да понятно мне все. Да знаю, я знаю. Возьму. Дождешься. Поля, кто это? Да это с работы, Витя. Надо ненадолго подскочить там. На ночь глядя. Ну надо, Витя. Зато принесу тебе что-нибудь вкусненькое по балу. Виктор Меншиков не удивился. Полине нередко звонили из ресторана вечером. И она выходила подменить кого-то. А кто именно звонил? Да, не знаю. Обычно повар звонит, он у них там старший. Следователь Анатолий Гришин понимал, отравление Давыдова и смерть Меншиковой напрямую связаны. Вот как он размышлял. Торговца дефицитными книгами Игоря Давыдова отравили в ресторане. Мотив был у Григория Величко. Немалый долг. Одноклассник-должняка, повар вокзального ресторана Борис Трешкин имел возможность подлить отраву в еду Давыдова. Встречу одноклассников и передачу Трешкину Беладонной могла видеть посудомойка Полина Меншикова. Показания она дать не успела. Женщину звонком вызвали на работу, где она не появилась. Полину Меншикову сбросили с моста. Следователь Гришин хотел выяснить, кто вызвал Меншикову. Скорее всего, тот, кто и убил ее. Давай, заходи. Да что ж такое? Садись. Это вы звонили Полине Меншиковой домой. Она шла на работу, вы ее встретили и толкнули. Да вы что, я не убивал ее? Да ладно. А мне все официантки сообщили лично, что ты звонил по телефону вечером. А муж сказал, что с работы ей всегда звонит только повар. Звонила я ей домой всегда, но по работе. А вчера я не звонил. Дурака, значит, валяешь, да? Повар Трешкин уверял, что он и в самом деле звонил по телефону, но к себе домой. И на задний двор тоже выходил покурить. И она увидела, как ваш друг передавал вам книгу вместе с отравой, а потом бутылочку забрал. Книгу мне Гришка передал. И все, больше ничего. Следователь Гришин понял, что повар будет стоять на своем до конца. Свои догадки он решил подкрепить фактами. Проверить, с какого номера звонили посудомойки Меншиковой. Алло. Следователь прокуратуры Гришин. Информацию, которую получил следователь Гришин, обескуражила его. Повар Трешкин сказал правду. В тот вечер он два раза звонил домой. А вот на домашний телефон Меншиковой звонили из телефона автомата, что на улице Луговой. Это очень далеко от ресторана. Трешкин просто не успел бы туда добраться и вернуться назад. Чтобы разобраться, кто и зачем мог устранить посудомойку Меншиковой, следователь решил провести осмотр вещей в квартире. Проходите. Товарищи понятые, прошу, проходите, смотрите внимательно. Вот постановление на обыск. Прошу вас, ознакомьтесь. Ребят, смотрим внимательно, работаем. Ты в другую комнату. Во время осмотра квартиры Полины Меншиковой оперативник Олег Степанов нашел в настенных часах пузырек с темной жидкостью. Игорь Анатольевич. Да. Кажись, нашел. Что это? Оперативник аккуратно открыл емкость и ощутил резкий солоновато-горький запах. Что за ерунда? Капли какие-то. На обочине дороги обнаружено тело инженера гор-водоканала Игоря Давыдова. Мужчину отравили белодонной. Под подозрение попадает Григорий Величко, который задолжал инженеру 1750 рублей. И его одноклассник, повар ресторана, в котором накануне смерти ужинал убитый. Следователь предположил, что Величко передал яд повару на заднем дворе ресторана. Единственный свидетель, который мог видеть эту встречу, была посудомойка Полина Меншикова. Но женщину убили. Обставив все как самоубийство, при обыске в квартире Полины, обнаружили пузырек с темной жидкостью, по цвету и запаху, похожей на настойку белодонны. Что за ерунда? Капли какие-то? Капли. Разберемся. Товарищи понятые, прошу, ознакомьтесь и распишитесь. Прошу. Экспертиза установила, что в пузырьке, найденном в квартире Меншиковой, был яд. Настойка белодонны. Но никаких связей между книготорговцем Давыдовым и Полиной Меншиковой сыщикам установить не удалось. И тогда следователь вспомнил, что Олег Степанов обратил его внимание на одну деталь. Муж покойной в посудомойке утвердал, что незадолго до смерти ей удалось выбить квартиру. Это журнал приема граждан работниками горосполкома. Меншикова была в горосполкоме почти два месяца назад. Ее приняла заместитель начальника квартирного отдела Инна Федоровна Давыдова. Вдова отравленного. Супруги Меншиковых стояли в очереди на получение квартиры 11 лет. Но дело не двигалось. И вот теперь, всего через несколько месяцев, они должны были вселиться в новое жилье. Сыщики выяснили, что к телефонной будке, из которой звонили посудомойки Меншиковой, вызвали в тот вечер такси. Оперативник Степанов встретился с таксистом, который выполнял заказ. Здравствуйте. Здрасте. Оперуполномоченный Степанов. Мне нужно задать вам пару вопросов по поводу поездки на Луговую к телефонной будке. Ну, диспетчер мне сказал, я к этой будке подъехал. И кого подобрали? Женщина ждала. Таксист сказал, что пассажирка распорядилась ехать к мосту эстакаде. Вы ее запомнили? Ну, так. Угу. Вот фотография. Она? Ну, она вроде. Да ее только через зеркало видят. А может и не она. То есть вы не уверены? Не совсем. По фото водитель такси хоть и не уверенно, но опознал Инну Давыдову. Для следствия это стало основанием для задержания женщины. Ну что, как вы в общежитии устроились-то, а? Ну, с перебоем. С перебоем. Понятно, понятно. Инна Федоровна. Добрый вечер, Инна Федоровна. Что вам опять от меня нужно? У нас есть постановление о проведении следственных действий. Каких действий? Вы отдаёте себе отчёт, с кем вы разговариваете? Что за хамство вы себе позволяете? Инна Федоровна, вы же не хотите, чтобы соседи услышали этот скандал? Я никуда не поеду. Инна Давыдова возмущалась, но следователь Гришин и оперативник Степанов убедили женщину. Поднимать крик не в ее интересах. Лучше проехать в кабинет следователя. Вы ответите за это. Вы за всё ответите. Ответим, ответим. Не волнуйтесь. Только после того, как... Сразу же после задержания у Инны Федоровны Давыдовой сняли отпечатки пальцев. Их нужно было сравнить с фрагментами отпечатков, которые нашли на бутылочке с отравой из квартиры Полины Меншиковой. Отпечатки пальцев Инны Давыдовой были идентичны следам на бутылочке с белодонной. Меншикова получила яд от своей благодетельницы. Стало понятно, почему Давыдова помогла с квартирой посудомойки из вокзального ресторана, в котором часто бывал ее муж. Изучая личное дело Давыдова, исследователь Гришин нашел характеристику, подписанную тогдашним секретарем горкома партии Михаилом Ивановым. Потом он уехал на повышение в Киев, но, выйдя на пенсию, вернулся в Симферополь. Гришину рассказали, что Давыдова стала работать в горосполкоме именно по требованию Иванова. Поговаривали о романе. Нельзя было исключать, что возвращение Иванова повлияло на отношения Давыдовой с мужем. Гришин вспомнил, что именно Иванов пытался помирить Инну Давыдову с дочерью на кладбище. Да. Заводите. Присаживайтесь. Ну что, Инна Федоровна, вот емкость с ядом, которую мы обнаружили в квартире Полины Меньшиковой, на которой ваши отпечатки пальцев. Вот заключение экспертизы. Ознакомьтесь, пожалуйста. Следователь Гришин сразу же сказал задержанной. Следствию известно, что яд передала она, чтобы избавиться от мужа. Доказательств достаточно. Ну что, Инна Федоровна, рассказывайте, как все было. Мы давно уже стали чужими людьми. А тут Иванов появился, сказал, что все эти 20 лет любил только меня. Да уж, 20 лет спустя. Это то, что с вами был на кладбище? Оля. Оленька. Отстань от меня. Оля, что ты творишь? Я сказала, отстань от меня. Оля, ну не надо так кладбище лить. А вы вообще кто? Чего вы лезете, не свое дело. Оставьте меня в покое. Да, а что скрывать? Петя овдовил, а мы с Давыдовым, считай, уже давно не семья. Дочь от Пети. Одно лицо. Это Иванов, да? Игорь, мне надо с тобой серьезно поговорить. Несколько месяцев назад Инна попросила у мужа развод и часть его денег. Что? Я знаю, деньги у тебя есть. Давай разойдемся по-тихому. Ну, можешь жить себе здесь, а половину денег отдашь мне. Ну, не голодать же матери твоего ребенка. Моего? Ты думаешь, что я не знаю? Обойдешься. Развод получишь, и все. Петька прокормит. Инну Давыдову такой вариант не устраивал. Как там у нее сложится с Ивановым, она не знала. Хотела подстраховаться, получить часть прибыли от торговли книгами. Считала, что это будет справедливо, ведь именно Иванов познакомил Давыдова с торговцами из Киева. Но позиция Давыдова рушила все ее планы. И тогда вы решили своего мужа... А как же вы нашли посудомойку Меншику? Ну как? Она пришла ко мне на прием, на коленях квартиру просила. Говорит, руки стерла сутками в ресторане посуду мыть. А я знала, что мой муж в этот ресторан частенько заходил. Вот и решила воспользоваться услугами посудомойки. Полина! Разумеется, Меншикова не знала, что в пузырьке яд. Давыдова соврала, что ее муж алкоголик. У меня муж алкоголик, пьет сильно. Вот, цыгане сделали. Вольешь в чай или в кофе, когда ресторан придет. Сделаю, Федоровна. Все сделаю. А что вы сами-то? Цыганка сказала, этого дома делать нельзя, а то дом ненавидеть будет. Правильно. Пусть лучше наш ресторан ненавидит и деньги целее будут. Спасибо тебе, Полиночка. Очень ты меня вырочишь. Все сделаю в лучшем виде, Федоровна. Ну это понятно. А вот зачем же посудомойку убили? Когда она поняла, что в бутылке яд, стала меня шантажировать. Говорит, теперь не двушку, а трехкомнатную в центре подавай. Да еще деньги сверху. Что вы себе позволяете? Я не виновата. Эта цыганка там нахимичила. Короче, не будет денег и трешки, я иду в милицию. И ты думаешь, тебе поверят? Еще как поверят? Я же ничего не знала. Думала, спасаю тебя от мужа-алкоголика. А ты его отравить решила? Это не я. Это ты отравила. Полина Меншикова сказала, что в милиции врать ей смысла нет. Она жертва обмана Давыдовой. Думала, что помогает хорошему человеку. А пузырек со травой она специально не выбрасывала. Будет доказательство. Вот тебе, а не трешка. Слышишь ты? Если не сделаешь, как я велю, загремишь в тюрьму. Поняла? Будет тебе трешка. То-то же. Давыдова позвонила Меншиковой с телефона автомата и назначила встречу на мосту. Убивать посудомойку она не собиралась. Она взяла у Иванова деньги для Меншиковой и пообещала ей трехкомнатную квартиру. Но посудомойка не спешила отдавать бутылочку с ядом. Вот и ладненько. Пузырек давай. Квартиру въедем, тогда и отдам. Ах ты, сволочная скотина. Ты что-то? Черт. Полина Меншикова обманула Инну Давыдову. Пузырек с Беладонны она оставила дома, намереваясь и дальше шантажировать вдову. Понятно. Ознакомьтесь и подпишите. Уводите. В ходе судебного заседания следствием была полностью доказана вина Инны Федоровны Давыдовой в организации умышленного убийства ее супруга Игоря Кирилловича Давыдова. Утверждение Давыдовой, будто бы посудомойка Полина Меншикова шантажировала ее, суд посчитал бездоказательным. По совокупности преступлений Инну Давыдову приговорили к 15 годам лишения свободы.